Здесь сразу мы видим могилу Тараса Шевченко около храма. Идем дальше. Идем к могиле. Мы сейчас идем к мощам Святой Марии Гачинской. Она здесь была упокоена, потом ее перенесли мощи в Гачину, и там в храме она являет великие чудеса. Что ты что? Невелика звезда. Нет, это батюшка, мы очень активны в интернете, ведем просветительскую, миссионерскую. Батюшка, да вы с вами всем внешним видом нам гораздо больше заботы и любви проявили, чем мы, может быть, всем подписчикам. Здесь был храм Сидой Троицы, который пришел день в день. Я ждал живых одной бабушкой, у нее отец был могильщиком. У нее все время такое занятие было. Отцу придешь, и коносаз был маленький, ну небольшой, низкий. Коносазу приложишь потихоньку, тебя там наругают и обратно. Сейчас мы идем к могилкам, как вот нам рассказали, господи, из головы вылетела Галина. Галина рассказала, что когда были все храмы закрыты, то вот на эти могилки ленинградцы приходили, молились. Повторяю слова Галины. Это вот, смотрите, там вдалеке мы видим, очередь стоит в отчисовеньку к Сине-Петербургской, где ее мощи. Вот, мы идем как бы так параллельной дорожечкой. Ну давай, что батюшка помнишь, вот мы подошли к могилке, сейчас вы сразу поближе увидите день памяти. 14-17 апреля, святые мощи перенесены в Павловский собор города Гачино. Это у нас Мария Гачино, душа святая. Ну вот, в двух словах сможешь хоть что-нибудь? Это вот наш дорогой отец Александр. Про самого собора Санкт-Петербургских святых, да, известная святая, которую почитают все жители. Великая молитвенница была, по ее молитвам было очень много исцеления чудес. Вот так вот. Видите, рядом, на заднем фоне вы видите Мат Ксению Петербургскую. Все вот практически в одном месте. А почему, как вот уже мы сказали в предыдущем кадре, что люди все равно приходили с надеждами о том, что закончится эта война, закончится это убийство. Это что за место, напомните? Это музаичный век Иисуса Христа. Во времена, когда были закрыты все храмы, людям некуда было обращаться с молитвой. Они приходили сюда и молились о своих близких, о воинах, о близких и родственниках. Вот сюда приходили за неимением храмов. Сейчас здесь вот такая мозаика Христос и другие могилочки, как мы с вами видим. Идем мы сейчас в здание Академии. Тут парк такой. Батюшки там разошлись, общаются. Идем в здание Академии получить ключи, чтобы нас потом в Академию пропускали. Ну вот. Очень хорошо помолились. И в Цайском соборе Ксюше Ксении Петербургской. Устали. Не знаю, как отцы, а я еле ноги волочу уже. Так что вот сегодня мы сейчас еще, может быть, немножко там спать с Александром пообщаемся. И потом уже, говорит, подготовка к экзамену завтра. Второй день мы пришли в Духовную Академию. Ведут отцы, трапезы и потом первое экзамены. Немножко из истории из жизни Академии. Немножечко я вам проведу. Покажу. Тут наш патриарь Кирилл. Это наши сейчас отцы. И владыка Серафим. Еще будут стенды, еще другие преподаватели. Батюшка, позволите я пройдусь? Сотрудники Академии. Спасибо очень. И еще стенд один. О, привет, дорогой. Это мы в трапезной академии. Академическая. Черная икра. Скромные семинаристы. Аскеты. Подвижники первых веков. Это смирение. Смирение. Старое здание старой академии. Сейчас мы подойдем ближе. Там будет та академия, где учились выдающиеся люди. Старое здание академии. Сейчас его переделали под жилье для студентов. Здесь также аудитория есть. Где лекции, экзамены. Ну, на первом этаже. Остальные здесь как бы приезжие студенты. Ну, очники, заочники. Ну, еще чем примечательно, в этом академии, в этих зданиях, учился Стойян Кроштадский. А там, вдалеке, видите, купол Александра Невской лавры. Рядом с академией есть вот такое замечательное и архитектурное, и духовное значимое место. Называется Александра Невская лавра. Почему? Потому что здесь, в храме, есть мощи Александра Невского усыпальницы. Тут, наверное, на территории несколько храмов. Вот, небольшое кладбище перед храмом. Может быть, к некоторым подойдем и покажу. Прямо такие архитектурные такие памятники интересные. В глаза бросаются. Ага. Вот сейчас мы подходим к центральному входу храма Александра Невская. Что тут интересно, да? Вот сразу голоса бросаются напротив храма. Вот такой памятник красногвардейцу. Вот еще такие, видите, интересные. Вот вход Екатерины. Я могу ошибиться, но, по-моему, вот это Невский проспект или из Александра Невского. Он перед Лаврой, переходом в монастырь Лавры. Утки. 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 Все сложат. Сейчас мы с вами находимся в Казанском соборе. Основная святыня – это Казанская Конна Божьей Матери. Вот внутри такой храм, там батюшки уже заняли место, чтобы мы подошли к святыне помолиться. Сейчас немножко я развернусь и покажу вам всю остальную архитектуру. Пришли мы помолиться, потому что больше времени в эту поездку, чтобы в какой-то святыню еще посетить, или такое знаменательное место и архитектурное, и в первую очередь духовное уже не будет. Поэтому вот мы пришли помолиться в Казанский собор. Мы стоим, уже почти подошли к Казанской Конне Божьей Матери. Здесь в Казанском соборе есть еще святыня. Это святого святителя Ермогена. Десница Андрея Первозанова. Облачение Пресвятой Богородицы. И вот тут еще мощевик с мощами. Основная святинка Казанская Конне Божьей Матери. Также тут вот есть такая интересная могила Кутузов. Так, сейчас мы идем в храм Спас на Крови. Очень красивый храм. Спасибо, дедушка. Ну, по мне так, чем-то как у Василия Блаженного, она в Москве на площади. Ну да, потому что и куполами. Да, и куполами. И... Архитектура тут схожа, хотя он чуть, конечно, другой, но... Убежал сам хотел. Здесь места, там будет покушение на царя. Здесь покушение на царя? Ну да, на эту, Алексей Паналево. Приближаемся к храму. Хочешь сдать? Может, я на летнюю сессию завалю. Да. Это что за канал? Вот мы идем рядом. Грибоедово. Здесь прогулки на... Что? На катерах? На катере делают. Сейчас мы... Как на гондолах. Венецианских. Вачка, еще раз скажи, на каких... На гондолах. Венецианских. Только в русском стиле. Проходим мы государственный русский музей. Здесь вот для туристов лавочки, как вы уже обратили, наверное. внимание. И вот мы подходим к храму. Ну вот, наверху, видите, видать реконструкция, наверное, обновляет. А что случилось с куполом? Матерь, не знаешь? Почему? Реставрируют. Реставрируют. Реставрируют, да? Памятник. Ну да. У нас же многие такие храмы, они как... Часто реставрируют. Вот такой красавец открывается и вам, и на данный момент нам взору, нашему взору. Я надеюсь, вам тоже это все очень красиво, нравится. Смотрите, какой красивый, величественный храм. Очень красивый. Я вам решил еще чуть-чуть с другой стороны показать этот храм. Идем, идем внутрь, помолимся. Ты, батюшка, молитвенный? Ну, молитвенный немножко, но грешный. Мы зашли здесь. Мы зашли здесь? Давайте. Еще раз. Мы по-другому стоим, еще один храм. Называется официально «Правлевский храм». Сказать. Это новое. Мы были готовы. Ну, из-за этого был якістей. Казахстанм, есть мазь, александр, александр. И в с вами был высказанным храмом. Поэтому он имеет еще одно название, но оно более распространенное. И вы знаете. Мы обычно так говорят. У вас. Украинский храм. Александр Второй стал жертвой террориста. Это описано в документах. 1 марта 1881 года, когда он ехал с осмотра в гости, он проезжал в карете вдоль Екатерининского канала, это наш канал, и ему под колеса карета на родоволице бросили бога. Карета взорвалась, но он как-то не был. Он допустил неосторожность, он вышел из кареты, чтобы осмотреть место карета, и сказал, что снова буду, я уцелел. В этот момент подходит еще один на родоволице, Игнатий Гриневицкий, и плотно не бросает еще одну руку. Так что Александр II получил смертельное ранение. Он похоронен в Петропавловском соборе, наверное, знаете, на муспальнице. Здесь вот предложили поставить ему памятник. Его сын Александр III, новый император, который взошел на престол, он сказал, что желает иметь храму. Слово императора это закончилось. Давайте я вам покажу макет храма. Смотрим, вот он перед вами. Это почти точная копия спасенной крови, только его уменьшили в 180 раз. А заложен храм был 6 октября 1883 года. Пристроился по проекту двух человек. Вот перед вами совместный проект. Архитекторы и священники. Архитекторы я вам сейчас покажу чуть налево, если бросите взгляд, то можно потом подойти. Посмотрите, там портрет Фреда Александровича Парланда. Фарланд русский архитектор, но шотландского происхождения. И у него еще был соавтор, духовное лицо, архимандрит Игнатий. Это настоятель Троицы Сергиевой пустыни, который вот там в районе Петербурга у нас еще сохранится. Так вот, по их проекту 24 года строился этот храм, достаточно долго. Построен он в русском стиле. Какой-нибудь известный храм напоминает вам? На какой похож? Василий Блаженов. Да, в Москве собор Василия Блаженова. Наверное, за счет куполова, да, вот этих цветных. На самом деле, заобразил, для спаса на крови взяли храмы Москвы и Ярославля 17 века. Ну, это личное желание Александра Третьего. У него еще было одно условие, очень сложное. Он хотел, чтобы это был не просто храм, да, а это должен быть мемориал. Это памятник его отцу. Поэтому место ранения Александра Второго должно находиться в интерьере, внутри. У нас получилось место ранения на набережной, потому что там карета взорвалась. Поэтому как пришлось сделать? Храм спроектирован таким образом, чтобы он частью уходил в русло канала. Поэтому вы, когда заходили сюда, можете тоже сами обратили внимание. Здание храма в воду выдвинуто. Он уходит в канал на 8,5 метров. Место ранения Александра Второго получается под сводами колокольни. Вот с золотой главкой колокольня, а на храму примыкают. Мы с вами находимся внутри, но мы подойдем к этой колокольне, и вы увидите место ранения Александра Освободителя. Император Александр Второй провел же очень важную реформу, да. 19 февраля 1861 года. Это шестой год его правления. Он отменяет на Руси крепостное право. Поэтому в истории его называют Освободителем крестьян. Давайте еще обратим внимание на колокольню. Вот нижний ярус, наверное, вы когда сюда подходили, снаружи посмотрели. Нижний ярус колокольни украшен гербами. Городок уездок России. Вот подчеркивается идея, что об этом императоре, отменившем крепостное право на Руси, скорбит буквально вся страна. Поэтому вот этот храм – это выражение покаяния русского народа перед невинным и убеденным императором. Ну, начнем с колокольня, да. Пожалуйста, проходим сейчас. Мы с вами посмотрим колокольню. И вот на тем местом, где взорвалась карета Александра Второго, у нас стоит вот такая красивая сень. А сень – это навес, покров, над особо почитаемым местом. Ее установили в 1907 году по рисунку Альфа де Паттонда. Смотрите, что находится под сенью. Там проходит фрагмент решетки Екатерининского канала, три плиты тротуара и часть булыжной на стороне. Вот это камни, на которые упал Александр Второй. Когда строили этот храм, было приказано мостовую разобрать. Поэтому изымались камни, куда попала кровь императора. Потом хранили их 24 года, как реликвию, и вносили в интерьер. И вот они так уложены, как лежали в мостовой в момент покушения. Только вы учитывайте, пожалуйста, что, конечно, времени много прошло, поэтому сами камни не подлинные, а вот сень. А вот сень, давайте посмотрим. Она очень красивая. Это уникальное произведение наших русских камнередов. Создавали эту сень мастера трех камнерезных фабрик. Это работала фабрика Екатеринбургская, Колыванская и Петербургская гранины. Колонны, вот эти вот в основании, да, четыре, они выполнены из яшвы, которая добывается на Алтае. Называется серая фиолетовая карбонская яшва. Выше идет навес, и поднимаются там три яруса, четыре кокошники такие разные формы. Они из зеленой яшвы. А вот цветочки между кокошниками, это камень Парадонина. Далее, купол, видите, крест стоит наверху, астрономлен. Вот этот крест раньше набран был из 112 районок сверкающих полудрагоценных камней, фрауктопазы. Но вот этой роскоши тоже сохранилось мало, потому что храм мы стали после революции закрывать. У нас храм был закрыт на 40 лет. То есть за 40 лет, конечно, очень много интерьеров он потерял. И вот когда наши реставраторы пришли в этот храм, это 70-е годы, они увидели следующее. Вот это такое сенье красивое, смотрите, что осталось. Всего лишь четыре колонны в основании и столбики вот надкапительные, где мозаики маленькие сохранились. Поэтому все, что находится выше, сделано руками современных мастеров. Это работа реставратора. Но она выполнена не из камня. Вы воспринимаете ли пушечку как? Посмотрите внимательно. Мрамор, как мрамор. Как мрамор. Хорошо сделано. На самом деле это не камень, это муляж. Вот все, что над колоннами, это сделано из гипса. А гипс тонирован подъяж. Ну давайте далее от центра покажем. Потому что камень будет не реально. Так, сделаем и грамотно. Он на литрку включил. Сейчас, сейчас. Чуть-чуть. Ой, его лицепрайзи, говорит, да, вот он с нами поступал. В центре храма, смотрите свои зубы, если вас пока народу мало, вы можете увидеть в ней с красивым полком. Вот этот полк первоначально набирали итальянские мастера. Это работа фирмы Novi в городе Генуэ. То есть, Альфред Фаркер сделал рисунок, отправил в Италию. Итальянцы ему этот полк собрали. Работали с 1901 по 5-й год. Чем интересен полк? У него очень тонкое, мраморное покрытие полосочки, которые составляют рисунок по толщине. Они идут от 5-ти миллиметров до полутора сентября. Вы представьте, какая толщина. Поэтому мы там брали всегда коврыжили. Вон тонкие ходили по камням. У нас сейчас есть... Молосы и жиры. Смарис, а как вы, вон там, не опустил. Я у нас в этом месте. Здесь, на вереньке, влетит, мне в воде. Иисус рассказал, иди. Смарис, я у нас в мягче. Смарис, я у нас в мягче. Помолились мы в храме, немножко экскурсию послушали, сейчас мы идем с батюшкой по этому под каналом, который, как вы слышали, здесь вот по этой за спину, видите, брусчатка такая, ну, конечно, это уже новая брусчатка, ну, вот, когда отъехала карета, вот здесь около храма, или не храма, а тогда храма еще не было, храм уже построили в честь такой спас на крови, ну, почему на крови, вы уже слышали, пойдем сейчас, возможно, немножко перекусим, в Академию возвращаемся, немножечко вам покажу здесь истории, те преподаватели, которые у основания, тут Академии, профессора, можно сказать, в которой в разное время выдающиеся люди участвовали в жизни этой Академии. Сейчас я вам покажу, тут еще вот это старое знание Академии, я сейчас покажу такую историческую одну. Вот картина, кто стоял у листоков создания Академии, кто здесь учился. Вот так вот, ну, и с той стороны, как вы видите. Ну что, моя поездка заканчивается, сейчас уже из Академии, еду в аэропорт, посадка, взлет и дома. Ну, надеюсь, вам понравилось наше путешествие. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...